Одними из первых в регионе на уборку леса в рамках акции «Чистый лес-2018» отправились сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с коллегами из областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Задача – очистить от мусора территорию вдоль трассы М1, от перекрестка на задворце в сторону Каменецкого кольца. Мы обязательно еще примем участие в посадке леса. И вот этой осенью именно в посадке леса на рекультивированных территориях после рекультивации мини-полигонов. Еще будет очень прекрасная акция у нас в городе в парке «Тысячелетие». Она предусмотрена на 2 ноября, где с участием международных проектов будет также осуществлена посадка деревьев, причем очень разных пород, и будет активное участие как общественности, так и других представителей государственных служб. Впервые акция «Чистый лес» прошла в 2010 году, и с тех пор тысячи добровольцев по всей стране осенью отправляются на уборку лесных массивов. По информации сотрудников лесного хозяйства, основными нарушителями природопользования остаются отдыхающие и садоводческие товарищества, которые используют территорию леса в качестве свалки. Все, что угодно. И куча пластика, бумаги, полиэтилен. Ну, все-все. И очень много проблем приносят садоводческие товарищества, когда люди, особенно вот в такой осенний, весенний период, когда делают уборку на территории своих участков, и весь мусор куда? Прилегающий лес. Делали объезды вместе с экологией, со всеми по садоводческим товариществам, которые примыкают к лесфонду. И писали протоколы, предписания. Сначала писали предписания, если люди убирают мусор, все нормально. Если не убирают, пишем протоколы, наказываем людей материально. Акцию «Чистый лес» всегда активно поддерживают государственные и общественные организации, школы и вузы. «Зеленый десант» в составе сотрудников комитета государственного контроля Брестской области и студентов географического факультета университета имени Пушкина высадился в лесном массиве возле завода «Цветотрон». Воспитание сознания у людей – это всегда эффективно. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Противоречивая фраза. Все-таки сколько проводим мероприятий со школьниками, со студентами, с разными организациями города Бреста. Эффект за три года работы я наблюдаю. Этот регион стал намного чище, и люди начали уважать труд тех, кто убирает. Территория между двух рукотворных водоемов – излюбленное место отдыха горожан. За два часа волонтеры собрали почти около сотни мешков мусора, а наградой стали сладкие призы от муховицкого лесничества и удовлетворение от проделанной работы. Каждый поучаствовал в такой акции со временем, задумается, стоит ли ему, как говорится, мусорить там, где живет. Ну и вообще эти акции, они как объединяют, я думаю, что работа в команде, смена привычного офисного ритма работы, как для нас, и, допустим, разрядка для тех же студентов, где-то выйти на природу, навести порядок, увидеть плоды своего труда. Ну и с удовольствием потом, как говорится, со временем побывать здесь со своей семьей или со своими друзьями, показать, что это в этом, в том числе и наша заслуга. Мероприятия в рамках акции «Чистый лес» еще не завершены. Свою лепту горожане могут внести и в очистку лесного массива, и в посадку деревьев. Достаточно позвонить в ближайшее лесничество. Ирина Альшова, Павел Малышон, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БоктВ».